Продолжение следует... Намаскар! Продолжение следует... Как преодолеть страх? Это большая вопрос. Потому что страх это один из больших обстаклей на пути нашего развития. Он не позволяет экспрессировать нашу внутреннюю потенциальность. Я видел так много талантливых людей, красивых людей. Но есть влияние страха в голове. И человек просто не может преодолеть и не может экспрессировать себя. Таким образом, на уровне духовности, на самом деле, человек должен работать много с страхами, с преодолением страха. На уровне духовности ты движешься от животных до человечества, от человечества до divinity. И страх это часть нашей животной природы. В каждом живом существовании есть страх. Это основной инстинкт. Это очень многое впечатление. От прошлого. Этот страх есть, но только если есть оборудование для оборудования этого . Есть два типа эмоций. инстинкт. Один тип инстинкт. Как есть крит. Я хочу съесть много. Я хочу больше. Это инстинкт. Это инстинкт. нашей цивилизации, наша идеология, наши принципы, которые мы следим в жизни превратили нас в человечество. Или мы пытаемся превратить человечество. в человечество. Так есть две природы, которые борются в нас. Натурная природа, силу наших и высокой природы, силу нашей идеологии, силу наших принципов, силу нашей культуры и высокой инстинкции, которые также уникальны в нас. Потому, как мы стремим на высокие purposes в жизни, наш тело также обеспечивает глины и подгланы, которые создают различные чувства внутри нас, высокое мышление, высокое эмоции. Есть две природы, новая природа, святая природа. джаеви дхарма, бхагавата дхарма. Так что страх является новой природы. Есть две эмоции. Одна из-за инстинкции, как я сказал, как грязь, милость, милость. И некоторые эмоции из-за инстинкции. Конечно, цена эмоций в инстинкциях. Как страх, например. Цена есть в природной природе. Но если оборудование не соответствует экспрессию эмоций, эмоции не будут развиваться. Например, есть оборудование полностью из-за природной противника. И даже животные будут там, они будут бояться. Они будут бояться не бояться людей, не бояться других животных. И слишком поздно. Они уничтожают их, пока они осознались. О, что происходит? Так страх был необходимым в эмоции. это необходимым в эмоции. И это необходимым в нашей человеческой жизни. Это уничтожает нас рассматривать, думать и пытаться не принимать невероятные риски. Так это полезно. Но слишком страх создает страх. Минут из-за страха и вы не можете express себя. Так как спиритуалист вы развиваете из человечества до человечества, из человечества до divinity. и вы должны бороться с страхом. Чтобы экспрессировать эту divinity внутри себя. Чтобы экспрессировать красоту вашей идеологии. Вы должны бороться с страхом. Так страх измельчены. Измельчены измельчены измельчены. Парни измельчены страх в своих детей. Не идите туда, есть хрень. Чтобы контролировать детей, они измельчены страхом. И этот страх не только страх страх измельчены. Если страх развелся, глаза устанавливаются в работе секретировать хормины страха, этот страх будет manifestаться в каждой жизни. Поэтому лучше, чтобы родители не добавляли страх, в своих детей. Но если я страх был измельчен. измельчены. Поэтому два типа эмоций есть. Один измельчен. И страх измельчен. Почему я говорю об этом измельчен и измельчен? Потому что есть два способа с этими эмоциями. Те, которые измельчены, вы не можете идти в direct позицию. с ними. Нужно измельчен и увеличивать эмоции. Я записываю видео об этом измельчене и измельчене. Это будет очень полезным в нашей жизни. Но если эмоция измельчена, то это измельчене с эмоцией. Например, если есть страх, это измельченная эмоция. Если вы измельчене измельчене, то страх будет измельчен. Это мы должны помнить. Я вернусь к этому. Как измельчене измельчене измельчен. Вы пришли с ситуацией, где вы испытываете эмоции. Это одно. Второе, эмоции страх имеют физическую базу. На самом деле, есть несколько физических базов. Есть три типы страха. Один страх находится на уровне генитала. Есть центр называется свадистана чакра. И в этом центре есть страх аннахиления. Вы страх потеряете свою жизнь. Вы можете чувствовать это, если вы на стене скрепки скрепки, и приходите на борьбу, и смотритесь. Некоторые люди, которые боятся, боли, будут чувствовать электричество на уровне гениталах. Они чувствуют, что что-то движется. неудачно неудачно чувствовать. И вы становитесь параллезом. Один тип страх находится в центре. Это связано с адреналом глянцем. Это страх и революция. Этот страх активирует вас. Вы чувствуете активировано. это страх. Или вы хотите уходить, или вы хотите бороться. страх идет в агрессию. Это высокая экспрессия. Вы становитесь агрессивным. Вы не хотите уходить. Но в тот момент твоя мнение не работает. Есть так много случаев, так много историй. Люди страдают другим страхом. Я хочу страдать сначала. Это страх здесь. И страх здесь в центре Анахата чакры. Это страх. Я страх. Я чувствую, что может что-то случится. Может что-то случится. Эта страх связана с с страхом. Если есть страх, то есть страх. Если нет, то есть страх. Это очень важный. Потому что наш тело это мировая структура. За миллионы лет мы были и только последние 15,000 лет или 30,000 лет мы имеем какой-либо цивилизации. Мой и институт и так и так так мы были линейки и много друг и наши генеры и аминалистской натуре. Если вы хотите контролировать эмоции, мы должны уважать тело. Потому тело это много эмоций. Эмоции созданы как глянцы секретят гормоны и мы чувствуем эмоции. Если вы в поведении высокой идеи, берете большую идею, думаете добрые думки, чтобы служить человечеству, чтобы достигнуть большие достижения. Эти думки должны быть поддержаны глянцы и секретные гормоны. Итак, в начале, после того думаете это что-то. Эти думки для вас не чувствуешь. Но если вы думаете снова и снова снова, медленно, глянцы будут активированы, которые секретируют хормины, поддерживая высокие думки. И вы не инспирен больше думаете думать животное думание, но вы инспирен больше думать. Так в этом способе человек становится великим. Это ментальный процесс. Но мы также должны понимать силы глянцы обнаружили что есть определенные позиции тела которые повышают глянцы и повышают глянцы. то если мы повышаем эту часть тела мы повышаем страх. Также агрессивность, irritание. Когда люди очень повышены, они легко это может повышать в этой И есть асаны как чакрасана в позиции как дханурасана в позиции как утката пашчимотанасана в позиции половину как майурасана в позиции агнисара мудра вы просурируете свою половину и удаяна мудра эти асаны помогают регулировать хормины и через три дня вы чувствуете очень, очень разумно из трех дней до начала практики вы чувствуете довольно разумно так это помогает прожить страх также правильная диета когда мы инжируем животное протеин особенно мясо там много хормина там когда живот это выставит так много хормина мясо когда мы consumим это оно становится часть нашей сути и стимулирует это самое инстинкты которые животные испытывают до его смерти так лучше не обеспечить такую диету следить вегетарианную диету я спросил его как вы предложили как как изменять человечество и он только recently начал практиковать медитацию и он был в другом состоянии так я хочу знать его мнение он сказал дада нужно изменять диету ничего возможно он сказал я в таком состоянии это невозможно для меня медитировать и делать йогу даже следить морали все но случайно я изменил диету и целая сознание изменилась так я думаю это очень важное то асана и диета это физическое направление для повышения эмоций в теле вы увидите 50% эмоций это уже если вы адаптировали этот подход следующий подход психический подход психологический подход это опас это опас опас это опас так мы должны избавиться опас мы должны научиться опас 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 и сегодня есть идеи о праве аттракции если вы думаете negativно то ситуация придет к вам и сейчас люди не только боятся ситуации они боятся так лично когда я чувствую то легче это нужно понимать ситуацию я боюсь что тогда есть внутренняя неоперенность нет нет я не буду это и я очень боюсь верите мне нужно с страхом тогда я представлю worst 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 не просто представлю иногда люди сидят там на sofa и представят worst worst и просто представлю очень worst ситуацию то я скажу что что это произошло я в моей иначе я все все хорошо я могу с этим не проблем если это произойдет от этого вы берете это психологический подход психоспиритул 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 как есть практика я вам объясню это называется Варнаргьядан вы предложите вашу жизнь жизнь вы скажите внутренне сверху Богу я в твоих руках если вы хотите я через эту ситуацию я accept я знаю вы вы не хотите контролировать я не хочу скрыть если вы хотите я через это я буду через это если это твоя волка это тоже позволит вас это сложно сделать потому что мы знаем что когда вы оставите свою жизнь в сверху силу изменения будут происходить в вашем жизни вы уже не контролируете вы в каждом моменте жизни контролируете вы не можете контролировать сверху но вы можете научиться как скрыть и также используете силу волки чтобы скрыть это сверху жизнь и как быть от страха если ситуация происходит я буду использовать это это психо сверху подход то вы увидите что в детстве и молодежи мы более опасны как adult мы довольно опасны иногда это одно зависит на пути но если я не боюсь я не боюсь я построил несколько домов я не боюсь я не боюсь я знаю если момент придет я построю дом так не боюсь иногда люди боятся что может остаться без денег то вы вы получите разные силы и вы получите деньги вы понимаете нет не момент что я не достаточно и также это ситуация это ситуация я не знаю как строить я боюсь как первое время я построил дом и он построил дом и он показывал так и так так и так я никогда не смогу сделать одно то самое но как я начал делать это не сложное все просто так страх эвапорировано то фейс ситуация фейс и также вероят вероят если вероят на великую силу это произошло мне когда я в другую страну без денег я только 3 долларов и я несколько вещей продавал то я пошел без контакта без друзей 20 лет назад не интернет просто вероят что сверху меня и он взял это я расскажу это так много ситуации я чувствовал что есть силы меня 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 я никогда не не так это психоспиритual есть психоспиритual центры называемые чакры эти чакры они превосходят через определенный процесс вы делаете медитацию для сейчас вы делаете основную медитацию и в курсе времени вы можете узнать преимущества преимущества медитации медитации и в эти техниках твои чакры вы выражаете они становятся сильными как чакры контролируют все эмоции если вы очень сильнее вы практически без страх есть инструменты спиритual медитационные инструменты эти самые мощные физические подходы могут быть мощными но психоспиритual подходы психоспиритual подходы есть огромное изменение даже если полгода они будут чувствовать полностью изменения в себе хорошо так физическое подходы асанас психическое отношение в ситуации психоспиритual подходы медитации спиритual подходы уничтожения 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 и в медитации что происходит очень основной все страх это страх страх аннахилации что я потеряю свою жизнь все есть все где это от оттуда от оттуда я это я это это мозг если не это мозг я не это мозг я это спирит eternal то вы чувствуете нет страх это страх слегка немного слегка немного это в моей медитации когда ты это делаешь опять 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 и опять 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 оттуда pedigary если вы оттуда пожелы не здесь вы оттуда от broadly прежде Я видел это. Это теория. Но практически как это работает. Вы знаете, иногда женщины так связаны к своему телу. Я имею в виду мужчины, женщины, все, в различных способах. Но в женщинах этот связан виден в том, как они занимают свою телу. Я знаю довольно много. Так много смешки, так много страха чтобы быть натуральными, чтобы быть, как они. Так много страха, что они не будут любят, они не будут принимать. Потом они начали делать медитацию. Через 3-4 месяцев я вижу никакого смешки. Натуральность. Натуральность. Почему? Потому что есть изменение в идее. Я тело. Если тело не красиво, то я не красиво. Я не удовлетворен. Но когда вы медитаете, когда вы экспрессируете свою сознание... Конечно, здесь, в этом канале это эзотерические практики. Так что они учат через личные инструкции. Медитации. 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 Так что в этом канале я могу представить только основную технику медитации. Даже если основная техника очень мощная. очень мощная. Но если вы идете чуть-чуть дальше и практике более преимущественной технике, есть способ избирать сознание от внешнего мира, от тела. Вы чувствуете тело. Вы чувствуете только маленький кусок в сознании. и потом из ваших памятников. Медитации. 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 Через эту практику вы чувствуете меньше и меньше страх. Потому что вы не больше с объектами мира. Вы не больше с телом. И даже с вашими медитациями. Вы не боитесь обеспечены в сфере идеи. Иногда люди очень боятся обеспечены так, что они становятся агрессивными. Если вы их задерживаете, вместо логической дискуссии, они становятся агрессивными. Они чувствуют, что это личное обеспечение. Поэтому медитация вас очень, очень, очень изменяет сетей страха, отношения на разные виды. Экстранные объекты, объекты тела и объекты мозга. Хорошо. Это короткая презентация о том, как преодолеть страх. Дудья Асана, Чакрасана, Утката Пашчимотадансана, Майурасана, Дханурасана, Агнисара Мудра, Удайана Мудра Мудра и так далее. Уменьши диету, не емкоть емкоть с эмоцией страха. Уменьши к святому сознанию. Открывай, чувствуй, что в каждом моменте святая силу вас и когда ситуация приходит, вы имеете силу, внутренний силу с ситуацией. Если у вас нет, не волнуйся. Эта силу будет приобретена, когда момент придет. Это тоже моя эксперт. и тоже моя эксперт 99% от страха не ни 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 н se frustrated ни 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 н способный способ преодолевать страх. Это практика Киртана, практика чантин-мантра. Когда ты плачешь Бабанам Кевелам, особенно ты делаешь это вместе с танцем называемой Лалитамармикой. Эта танцем, очень танцем, имеет такой сильный биопсихологический влияние на тело и на голову. Например, ты восстанавливаешь руки. Ты восстанавливаешь руки, уже отстанавливаешь страх. Вы посмотрите видео о Лалитамармикой, я это объясняю в деталях. И также плачешь эту автосугецию Бабанам Кевелам. Супрямая сознание – это все, что есть. Супрямая любовь – это все, что есть. Что я должен быть страхом? Такой страх будет уйти после 10-15 минут плачешь мантра. Иногда я буду через разные ситуации в жизни, и я боюсь, но тогда я просто делаю Киртан. И после того, как я делаю Киртан, я чувствую страх. Я чувствую, что теперь я могу с какой-то ситуацией. Какая ситуация прийти, я с ней справлюсь. Я чувствую, что это не так. Такой способ стратегии – это преодоление страха. И мы должны преодолеть это. Мы должны двигаться от анималиста до Дивиниста. Мы должны экспрессировать наш Дивий потенциал. Спасибо большое. Намаскар. Намаскар Субтитры подогнал «Симон»